добрый вечер уважаемые коллеги учитывая что у нас мало времени мы немножко к докладу и сегодня наш доклад будет посвящен возможности манкопластических резекций при на сегодняшний день тенденции хирургического лечения ракомолочной железы конечно в сторону орган сохраняющих и операций в том числе в онкопластическом варианте при невозможно достижение удовлетворительного онкологического или эстетического результата пациентам вы нужно предлагается мастектомия с одномоментной реконструкции или обычная мастектомия плюс-минус отсроченная реконструкция и прекрасно знакомы со всеми онкопластическими техниками и мы понимаем прекрасно что очень хороший результат можно достигнуть у пациенток достаточно большим объемом молочной железы как данной ситуации при выполнении достаточно простых хирургических техник в виде раунд блока получены прекрасные результаты и как онкологических так и эстетических также можно получить результаты при выполнении хирургулярной резекции и при боль выполнении более сложных онкопластических техник в виде инверса либо любые использовали любые варианты используя глондулярные ножки конечно эти операции сопряжены с большим большим объемом удаляемой ткани и безусловно уменьшение объема молочной железы что требует обязательной симметризированной операции однако как не все пациентки имеют такой объем молочной железы соответственно у нас несколько материала для того чтобы достигнуть того результата который мы бы хотели но тем не менее пациентки с малым и средним объемом молочной железы являются прекрасными женщинами их вполне устраивает их объемы молочной железы и их и их близких людей и зачастую они не хотят ничего в этой жизни менять поэтому мы вынуждены исходить из того объема из ткани которые мы имеем к сожалению да действительно зачастую при выполнении орга сохраняющих операций у таких пациенток мы имеем неудовлетворительный результат и наверное это именно повлекло за собой это убеждение большинства хирургов что при малом объеме железы принципе невозможности хорошего результата при выполнении орган сохраняющего лечения как какими мы сталкиваемся проблемами выполняя подобные операции у пациенток с малым объемом молочной железы конечно удаляется более 20 процентов ткани молочной железы что естественно приводит к деформации молочной железы достаточно высокий риск положительных краев резины мы получаем рубец в эстетически значимой зоне как в данной ситуации это наша пациента которая был изначально неправильно неправильно выбран объем оперативного вмешательства на мой взгляд планировалось раундблок однако мы получили положительный край резекции вынуждены были перейти на другой объем операции в конечном итоге получили вот такой не очень хороший в мягко скажем не очень хороший результат мы получили рубец в эстетически значимой зоне получили грубую асимметрию сосково-ареалерного комплекса и деформацию контура молочной железы можно ли как-то это избежать да действительно есть ситуации когда соотношение размеров опухоли молочной железы позволяет все-таки выполнить орган сохраняющие операции и конечно когда мы оцениваем возможность выполнения подобной операции у пациентки с малым и средним объемом молочной железы именно вопрос соотношения размеров опухоли молочной железы выходит на первый план конечно мы задаемся вопросом о локализации опухоли, о необходимости удаления проекционного кожного лоскута, о возможности сохранения сосково-ареалерного комплекса, о предполагаемом эффекте, проведённой неодювантной терапии, либо уже свершившемся факте проведённой неодювантной терапии и её эффекте, о возможности проведения одювантной лучевой терапии и предпочтения больной, насколько это возможно. Так вот, понятно абсолютно, что при неблагоприятном соотношении размера опухоли и молочной железы, а именно тогда, когда мы имеем достаточно большую опухоль и тем не менее и маленький объем молочной железы, конечно, выполнение даже любых онкопластических техник, терапевтической редукционной мамопластики, терапевтической амостопексии, а уж тем более обычной секторальной резекции или лампоктомии становится практически невозможным. Однако, тем не менее, есть ситуация, когда мы можем получить хороший эстетический результат и, самое главное, онкологический результат, даже не сильно заморачиваясь на какие-то сложные онкопластические техники. Достаточно выполнить классическую радикальную резекцию при определенных условиях, например, локализацию опухоли в верхнем наружном квадранте, операция крайне простая, но в то же самое время, в принципе, мы достигли того, что мы хотели. Конечно, если невозможно достигнуть обычной секторальной резекции или лампоктомии или классической радикальной резекции подобного результата, необходимо применить классические техники, которые также возможны, некоторые из них возможно применение у пациентов с малым и средним объемом молочной железы. Обязательным условием, конечно, является благоприятное соотношение размеров опухоли и молочной железы. Операция, которую очень позиционирует, и, в принципе, из его работ мы, в общем-то, и узнали о ретро-галандулярной онкопластической резекции. Также были представлены им операции в рамках живой хирургии на конгрессах. Ретро-галандулярная онкопластическая резекция доктора Золтана. И вы видите, что, да, действительно, для выполнения этих операций также требует благоприятного соотношения размеров опухоли и молочной железы. То есть мы условием все-таки имеем определенный размер молочной железы и определенный размер опухоли, что не позволяет выполнять эту операцию у многих пациенток. Мы нашли выход из создавшейся ситуации, и нам очень пришлись в руку подобные операции с перемещением перфорантных локальных лоскутов. Вообще методика использовалась достаточно давно, в основном для замещения дефектов в верхней части туловища. Однако интерес к применению этих операций для частичной реконструкции молочной железы был возвращен докторам Хамди после опубликования им ряда работ о функционально-анатомических особенностях этих лоскутов и возможности их применения для частичной реконструкции молочной железы. При этом могут использованы быть различные лоскуты с различным источником кровоснабжения. Наш опыт на сегодняшний момент – это 57 больных, которым выполнялись онкопатический резик с замещением перфорантным лоскутом с различными источниками кровоснабжения. Большинство этих больных операция выполнялась первым этапом, 15 человек получили предоперационную неодевантную полихимиотерапию. Средняя ширина лоскута составила почти 9 см, при средней длине чуть более 21 см. Средний диаметр перфоранта, который был использован, это 2,7 мм. Во всех случаях были достигнуты чистые края резекции, лужа опухоли была клипирована для последующей лучевой терапии и, соответственно, всем пациенткам была проведена лучевая терапия. Я сразу оговорю, что у всех наших пациенток мы не сохраняли проекционный кожный лоскут, поскольку глубоко убеждены, что наличие заплатки на молочной железе не может являться хорошим результатом, который бы удовлетворял нас и наших пациенток. Поэтому эту операцию мы применяем все-таки у тех пациенток, у кого возможно сохранение проекционного кожного лоскута с полной депетермизацией лоскута. Когда мы проводили предоперационную разметку, мы старались ответить на следующие вопросы. Во-первых, это локализация опухоли, какая необходима длина питающей ножки, степень необходимой ротации перемещения лоскута, необходимый объем удаляемых тканей, состояние донорской зоны и то, о чем я уже говорила, есть ли необходимость удаления проекционного кожного лоскута. Какие же в ходе работы мы для себя выяснили преимущества и недостатки данного метода? Несомненным преимуществом является то, что эту методику можно использовать при практически любой локализации опухолевого процесса. Наиболее часто встречающаяся локализация – верхний и наружный квадрант. Естественно, логичным является применение боковых перфорантов. Получен, на наш взгляд, хороший результат. Фотографии снизу, срок наблюдения пациентки 17 месяцев. Нижний и наружный квадрант. Также здесь использован уже передний перфорант. Тоже получен хороший результат, на наш взгляд. Срок наблюдения – 13 месяцев. Нижний и внутренний квадрант. Здесь использованы также боковые перфоранты, лекоплоскут. Срок наблюдения – 10 месяцев. И если вы обратили внимание, то, в принципе, при одной и той же локализации опухоли в молочной железе возможно использование различных перфорантов. И, таким образом, каждый раз моделирование лоскута носит абсолютно индивидуальный характер. И, наконец, верхний и внутренний квадрант. На поле сложная локализация, в принципе, для любой орган, сохраняющий операции. При этой локализации также возможно использование данной методики с использованием только одного перфоранта. Это перфорант внутренней грудной артерии. Дальше. Несомненным преимуществом является возможность использования этой методики у больных с различным объемом молочных желез. Как в данной ситуации пациентка с небольшим объемом молочной железы, и несмотря на то, что подкожно-жировая клетчатка у пациентки не сильно выражена, но, тем не менее, объема удаляемых сформированного лоскута вполне хватило, чтобы закрыть дефект, сформированный в молочной железе. И когда у пациентки, конечно, выраженная подкожно-жировая клетчатка, в донорской зоне это очень удобно. Можно закрыть практически дефекты достаточно большого объема и использовать эту методику пациенток далеко не с малым объемом молочной железы. Также уже мы этого частично коснулись, но, тем не менее, при различном состоянии донорской зоны возможно применение методики, когда речь идет все-таки о небольшом дефекте молочной железы. Как на данных фотографиях пациентка, да, она худенькая, да, у нее дефицит подкожно-жировой клетчатки в донорской зоне, но, тем не менее, объем удаляемых тканей был небольшой, и поэтому нам хватило лоскута, чтобы его закрыть. Конечно, наверное, вот это самая удобная пациентка для этой операции, когда имеется выраженная подкожно-жировая клетчатка, но при этом объем молочной железы не очень большой относительно. Поэтому, безусловно, нам не только хватило материала для закрытия, но и получилось сформировать определенную, сделать гиперкоррекцию, которая была в последующем, естественно, заведомо нивелирована проведением лучевой терапии. Несомненным плюсом является то, что при методике соблюдается принцип невидимой хирургии. Понятно, что удобнее всего, когда имеется выраженная субмамарная складка, и у нас рубец полностью в нее уходит и становится абсолютно невидимым. Но и у пациентов, у которых нет птоза молочной железы, и субмамарная складка абсолютно визуально доступна, но, тем не менее, когда мы в нее попадаем, и у нас рубец на нее приходится, тоже все становится достаточно приемлемым. Большой колоссальный плюс, на мой взгляд, является то, что при тех операциях не требуется симметризирующая операция. Понятно, что когда мы выполняем подкожную либо кожесохраняющую мастектомию с одномоментной реконструкцией, нам бы хотелось получить, конечно, идеальный результат, наверное. Но далеко не все пациентки согласны на вмешательство на здоровой молочной железе, тем более в условиях нашей страны, уже сегодня об этом речь шла на Конгрессе. Но есть проблема выполнения симметризирующих операций в качестве одномоментного вмешательства. Не все пациентки готовы на повторный наркоз, на повторную операцию, тем более она проводится уже по внебюджету. И тем самым многие пациентки стараются избежать все-таки вмешательства на контролторальной молочной железе. Очевидно, что на верхних фотографиях больной требуется мастопексия слева, и пациентке на внешних фотографиях абсолютно необходима аугментация здоровой молочной железы. Какие же недостатки есть? Они, безусловно, существуют, но это пресловутые положительные края резекции, но это проблема в принципе всех органосохраняющих операций. И да, у нас тоже были такие больные, необходимость реоперации, поэтому у нас есть такая фотография, вид лоскута на шестые сутки после первой операции. Выглядит, на мой взгляд, он неплохо. И надо сказать, что по нашим данным у нас 3,9% повторных операций, реопераций. Это даже ниже, чем то, что мы нашли в литературе, по данным тех авторов, которые используют данную методику. И в этой ситуации, например, мы очень опасались, конечно, что у нас будет асимметрия молочных желез, потому что, естественно, мы выполняем ререзекцию, мы убираем больше ткани, лоскут мы заново сформировать не можем, и уже имеем то, что мы имеем. Но тем не менее, в общем-то, на наш взгляд, несмотря даже на то, что была выполнена ререзекция, получен хороший результат. И есть непосредственные проблемы работы с жиром. Это образование жировой кисты, наверное, самая меньшая проблема, которая может быть. Эвакуируется шприцом. Не так часто, чуть более 5% у нас было. Далее, это очаговый липонекроз. Да, это более такая неприятная история, потому что у пациентки определяется образование в молочной железе, которое требует мониторирования, которое требует утракового контроля. Но это, опять-таки, не так часто. 3,9% по нашим данным у нас было. И большая группа проблем, которая связана с работой на субомарной складке. Вот, например, в данной ситуации, это была у нас единственная пациентка вот с таким вот неудовлетворительным результатом именно по этой причине. Когда изначально была субомарная складка невыражена, мы решили сделать ее посимпатичнее, как нам казалось, но получили вот такой нехороший результат, сформированная грубая субомарная складка научившись на своих ошибках. Мы в последующем этого избегали. И наиболее частая проблема, которая встречается при работе со складкой, это заниженная субомарная складка, когда у нас в начале операции вроде бы мы в нее попали, получилось все очень хорошо, но в последующем после проведения лучевой терапии железа у нас, естественно, фиброзируется и сокращается, а рубец кожный, он уезжает вниз и становится визуально доступным. И самая большая проблема – это недостаточный объем лоскута, когда изначально неправильно выбрана все-таки, наверное, тактика хирургического вмешательства, когда не надо было... Елена Сергеевна, мы очень выходим за время, прошу прощения. У нас получился достаточно большой объем молочной железы и выбрана волоска в данной ситуации, это не та плоскута, нам не хватило для того, чтобы заместить объем. И, естественно, вот такой результат нельзя назвать хорошим. Также большим минусом этой операции является невозможность улучшить изначальное состояние молочной железы. В данном клиническом примере, в принципе, можно было выполнить подобную операцию, донорская зона позволяла и грудь небольшого размера, но пациентка изъявила умение увеличить объем молочных желез, поэтому, естественно, ей было выполнено подкожное масштабное справа, с одного момента реконструкция эндопротеза М440-го, установленная агментационная мамопластика слева. И получили все все, что хотели. Естественно, добиться такого результата применения никаких лоскутов невозможно перемещенных. Таким образом, мы сформулировали для себя несомненные плюсы. Соблюдается принцип невидимой хирургии, подобное сшивается с подобным, малая травматичность операции, относительная простота в хирургической технике, не требуется симметризирующая операция. И минусы. Необходимость лучевой терапии, но это, в принципе, недостаток всех орган сохранения операции, невозможность улучшить изначальный вид молочной железы, ограничение по замещаемому объему и необходимость предоперационной разметки перфорантов. Почему мы относим необходимость предоперационной разметки к недостаткам? Потому что не любой аппарат ультразвуковой обладает датчиком, который позволяет выявить перфоранты столь малого размера и сделать качественную предоперационную разметку. Продолжение следует...